Здравствуйте, Александр Янковский, с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Ищем ответ на вопрос, что происходит. Сегодня это делаем с помощью Виталия Портникова, украинского журналиста. Здравствуйте, Виталия. Здравствуйте. Значит, господин Порошенко, вот начнем пытаться найти ответ на этот вопрос, что происходит и почему. Сделал следующее заявление. Сразу же после выборов, я об этом никогда не говорил и не хотел говорить до выборов, но вам скажу. У нас будет 4 года без выборов, без популизма, когда наконец-то мы сможем продемонстрировать решительные шаги по развитию нашего государства. Об этом Петр Порошенко, президент Украины, сказал 21 октября в Ивано-Франковске. Вопрос у меня очень, не знаю, простой, одновременно сложный. Мы выбираем сейчас 25 октября местную власть. Петр Порошенко говорит о том, что вот именно после этих выборов местной власти и произойдут самые главные реформы. Президент может исходить из того, что после местных выборов будет уже не до борьбы амбиции в Украинской Верховной Раде. Потому что для многих украинских политиков местные выборы, которые проходят по партийным спискам, по открытым, но по партийным спискам, они так или иначе являются демонстрацией их возможности на региональном уровне. И от того, как действует та или иная фракция в Верховной Раде Украины, зависит электоральный результат. После того, как этого электорального результата парламентские партии добьются или не добьются, у них будет больше возможности прийти к согласию по каким-то коренным вопросам реформирования страны и по принятию непопулярных решений. Потому что совершенно очевидно, что любые экономические реформы — это непопулярные решения, которые приводят не к улучшению, а к ухудшению ситуации, пусть временному, в социальной сфере. Но у нас вот так уже это ухудшение есть, а реформ как таковых особых, мы именно в этой сфере не наблюдаем. Но, с другой стороны, есть еще очень важный момент, что мы страна, которая живет на кредиты. Для того, чтобы получать эти кредиты далее, нам необходимы реформаторские действия. Они в целой ряде сфер должны происходить. И мне трудно сказать, какую рода сфера сейчас имеет в виду глава государства. Потому что я считаю, что для реформирования страны нужны не только президентские и не столько президентские намерения. Тем более в президентской парламентской республике. Необходимо сильное консолидированное правительство, глава которого будет реальным руководителем государства. В парламентской президентской республике это должно быть так. Должен быть глава государства президент, который будет готов пожертвовать своим рейтингом и авторитетом ради реформирования государства. Даже если ему не будет грозить избрание на второй срок, как это произошло с Лехом Валенцией, который во многом положил свой рейтинг под реформы правительства Тадеуша Мазовецкого и Леша Кобальцуровича. Все эти люди ушли с политической сцены. И никогда уже на нее не возвращались. Но реформы произошли. Необходимо единство действий в парламенте. В парламенте не должно остаться фракции демократического направления, которые действуют исключительно в популистских каких-то намерениях. И которые критикуют власть, в которой они сами участвуют, желая получить призрачную популярность и у избирателей, и у телезрителей. Не знаю, о чем они там думают. Так не должно быть. Должно быть консолидированное голосование. Это третье. Ну и в конце концов не нужно подменять понятия. В Украине в качестве реформ все думают, что главная реформа это борьба с коррупцией. Это полная чепуха. Понимаете? Главная проблема в зарегулированности и в монополизации. Когда существует законодательно оформленная возможность проверок. Закрытий. Постоянных вот этих вот процедур, которые связаны с закрытием бизнеса. Вы знаете, сколько это все сложно. Когда чиновник, действуя в строгом соответствии с законодательством, может фактически не дать вам возможность развивать собственное дело, то коррупция является тем инструментом, который позволяет вам работать. Значит, менять нужно само законодательство. Это главное. Необходимо менять его так, чтобы уничтожить зарегулированность экономики. Раз, чтобы уничтожить, если хотите, вот эту вот монополизацию олигархическую. А у нас считают, что вместо того, чтобы все это делать, необходимо менять чиновников, назначать каких-то людей на какие-то должности, хватать кого-то за руку. А условия, которые приводят к этому всего, не волнуют. Самое страшное, если придут к управлению страной честные дилетанты, которые будут работать по существующему законодательству, все изменит и остановится. Самое страшное, это не коррупция в этом смысле. Это такая итальянская забастовка может произойти, когда все просто будут работать по тем инструкциям, а инструкции написаны изначально неверно. Да, конечно, потому что мы живем фактически в советской стране еще в этом смысле. Идалий, ну смотрите, вот получается так, что по этой логике, да, люди у нас получили и премьер-министра, который потратил фактически весь свой рейтинг. Ну вот можно говорить, да, что фактически рейтинг Народного фронта равняется рейтингу Еценюку. Мы этого не знаем, я думаю, что это не так, потому что Народный фронт не участвовал в избирательной кампании. И поэтому говорить о том, что политическая сила, которая не участвовала в избирательной кампании, имеет некий рейтинг, я думаю, что если бы висели бы борды, были бы выступления, были бы какие-то политтехнологические приемы и так далее, то рейтинг Народного фронта не отличался бы ни тем от рейтинга других демократических партий. Тут я как раз спокойно к этому отношусь. Да, но вопрос в другом. Смотрите, то есть получается как бы и Арсений Петрович рейтинг свой растратил, да и реформ нет. А тут вопрос вообще. Слушайте, я вообще думаю не о рейтинге Арсения Петровича, потому что проблема рейтинга Арсения Петровича это проблема того, что у нас все это время выстраивалась некая вертикаль власти, в которой вместо того, чтобы власть была консолидирована, она была разобщена. И для того, чтобы президент занял ту позицию, которую он занимает сегодня во властной вертикали, ему необходимо было, чтобы мы вот так вот воспринимали правительство и премьер-министр. Так что это не премьер-министр растратил свой рейтинг, а это отсутствие четкого понимания чиновниками, какая у них роль в государстве. Вы знаете, мы имеем сейчас сильного президента, да? Достаточно сильного. По полномочиям, но имеем большой антирейтинг главы государства, главы правительства, парламента и самого кабинета министров. Можно ли в этой ситуации провести реформы? Нет, они должны консолидироваться. Таким образом, президент должен работать на рейтинг премьер-министра. Возможно ли это вот в такой связке, которая сейчас она существует, да? Премьер-министр Яценек, а президент Порошенко. А какая разница на любой премьер-министр, который придет в власти, будет восприниматься главой государства, учитывая те реальные полномочия, которые у президента, как угроза. Если политики не начнут наконец выполнять те полномочия, которые у них есть и будут постоянно хотеть с помощью даже политических инструментов увеличивать эти полномочия, мы не будем иметь никаких реформ. Смотрите, Порошенко действует абсолютно правильно в политической логике. Он создает партию именую. Эта партия завоевывает большинство в парламенте. Она участвует в парламентской коалиции. Она входит в правительство, играет в ней ведущую роль. Она сейчас идет на выборы местные. Таким образом, может иметь в большом количестве местных советов большинство, может иметь своих мэров. И за все это отвечает президент. То есть фактически, не имея конституционных полномочий, он имеет политическое доверие и политические рычаги влияния на правительство, на парламент, на региональную власть. Возникает вопрос, зачем это ему все? Зачем ему? У вас есть ответ на этот вопрос? Да, есть, потому что он размышляет не как государственный деятель, а как политик, который хочет увеличить свои возможности. И в этом смысле действует абсолютно грамотно. И самое главное, еще раз повторю, законы. Ведь Янукович пытался действовать в той же парадигме, только узурпируя власть. Он менял конституцию, он создавал абсолютно не легитимную коалицию, когда пришел к власти. Только Янукович, это еще раз показала ситуация, что Янукович был просто идиотом, который не понял, что можно при существующей конституции в рамках политических полномочий все это получить, ничего не узурпируя. Потому что у него была партия регионов, у которой было большинство в парламенте. У него была возможность провести внеочередные выборы и получить на них большинство, которое бы не требовало коллекционных каких-то компромиссов. У него был контроль над областными советами в огромной части регионов. То есть он мог бы действовать ровно, как Порошенко. И сейчас был бы президентом Украины, со всеми исходящими отсюда последствиями. Но Янукович был профессиональный узурпатор. Бандит, короче говоря, был. А Порошенко профессиональный политик. Только в нашей ситуации профессиональность политика это еще не гарантия успеха. Еще раз повторю, для гарантии успеха нужно быть государственным деятелем. И четко понимать, где заканчиваются твои реальные конституционные полномочия и возможности, где начинаются конституционные возможности и полномочия других лиц. И поддерживать их в конституционных возможностях и полномочиях ради реформ. Виталий, а скажите, пожалуйста, вот хорошо, если будет проведена это административно, ну и пусть территориальная реформа, и больше полномочий получат местные органы власти, они вообще получат эти полномочия у нас в Украине? Ну, получается, что в этой ситуации нет, потому что, опять-таки, если у местных советов будет большинство той же партии «Солидарность», то в любом случае все решения будут приниматься в администрации президента этим руководителям местных советов или мэров или губернаторов областей вместе, потому что они получат деньги и возможности, придется все равно все согласовывать. В Киеве, то есть это будет реформа, то есть у них будет по закону все, вся ответственность, а по сути... Руководить всем будет... Руководить всем будет администрация, потому что сам президент не сможет, так сказать, в ручном порядке руководить таким количеством вообще вводных. Ну и поэтому это все будет, конечно, не очень реально. Кроме того, есть еще одна проблема, очень серьезная, это общественное недоверие к местной власти. Люди совершенно уверены, я уже заметил это под многочисленным эфиром, который проводил под звонком людей, что если будет проведена реальная административно-территориальная реформа, то страна превратится в некий комплекс латифундий, в котором каждый местный феодал будет распоряжаться своими деньгами, не оглядываясь на Киев. То есть то, что они думают, что Киев как-то за ним надзирает, очень условно. И не дает ему возможность совсем уже распоясываться, может ударить по рукам. А так все эти руки будут в этой казне. И вопрос в том, может ли быть эффективна местная власть, которой люди сами не доверяют. Ведь смысл местной власти оказывать доверие и в сотрудничестве с общиной. А у нас не община, не доверие. Если мы посмотрим, ну в общем, как бы на такой исторический хронограф, где мы сейчас находимся, я не знаю. То есть вот если мы будем сравнивать там Западную Европу, мы сейчас где-то там в середине 19 века, в конце 19 века, может быть там еще даже в конце 18 века. Ну после Великой Французской революции. Вы же помните, что Великую Французскую революцию совершил парламент Франции. Тоже парламент. Вот что, вот мы всегда говорим, Януковича отрешил от власти парламент. Нет, это не просто он так взял и народ его выгнал из резиденции. Нет, было парламентское решение, парламент создал правительство, парламент избрал спикера, исполняющий, который стал исполняющим обязанности президента. Это то, что сделал французский парламент, который фактически поставил точку на королевской власти, то есть на остатках автарки и избрал, так сказать, республиканское руководство страны, которое, как вы помните, сразу вошло в конфликт между собой. Началась интервенция реакционеров, да, а потом были попытки реакции и реставрации. Вот местные выборы, это будут такие попытки реакции и реставрации. Они покажут, потому что Жеронда у нас уже есть, Вандея у нас уже есть. Это ДНР, ЛНР, пусть искусственно созданная, но это типичная Вандея. Теперь мы посмотрим, какие регионы вообще готовы к реставрации старых порядков по выбору местной советы и готовы ли вообще. Ну и вот это будет дальнейшая такая борьба, на сцену, по идее, еще должны выйти радикалы, конечно, политические случаи, неуспеха каких-то экономических рекордов. Все это будет в более мягкой сфере. Но понятно, что все это будет тянуться долго, годами. Мы будем вот в этом вот бурлении находиться. То есть нам надо приготовиться, не знаю, сколько лет, но в общем мы будем наблюдать достаточно интересное зрелию, не скучное, по крайней мере. Не скучное, но самое главное, что нужно понять, что Наполеона Бонапарта не будет в конце. Почему? Потому что мы не являемся, в отличие от Франции, игроком, который сам задает правила игры. Мы можем быть исключительно частью какого-то интеграционного пространства, либо российского, куда нам теперь, к счастью, заказан вход из-за того, что мы имеем дело с Россией как с агрессором, как с страной, которая оккупировала Крым и Донбасс, либо европейского. И учитывая то, что мы не просто часть интеграционного европейского пространства, а еще и страна, кредитуемая Западом, то мы будем жить по тем правилам, которые будут диктовать международное сообщество, цивилизованный мир по правилам условного протектората. И поэтому, опять-таки, наши политические жизни будут давать разгуляться ровно до того момента, пока это не будет мешать сохранности западных кредитов. И поэтому возможности политиков популистского толка занимать здесь командные высоты тоже ограничены тем, что им денег не дадут. Здесь баллотироваться могут. Но есть один очень интересный момент. Вот в течение октября было представлено два варианта реформирования налогового кодекса. Один от парламентского комитета, другой от госпожи Ересика, от Министерства финансов. И вот тот, который от комитета, он намного более, на мой взгляд, прогрессивный, более радикальный, он снижает налоговые ставки, он дает возможности реформировать налоговую систему, уменьшить количество проверок и так дальше. Но после этого выступает госпожа Ересика, говорит, нет, этот не пройдет, потому что вот это точно не примет МВФ такой вот, значит, такой вариант налоговой реформы. И тут возникает тогда следующий вопрос. Если это правило, то есть тогда какие-то вообще особые правила западном дикторе... Ну, во-первых, нужно выяснить, действительно ли это МВФ, нужно тоже понимать, что госпожа Ересика, она не одинокий чиновник в своем министерстве финансов. Она работает во главе довольно старого консервативного ведомства, а парламент у нас в смысле уже более обновленный. Когда чиновники госпожи Ерески пишут ей некие документы, она должна, естественно, вот эта проблема, все эти новые чиновники, они работают со старым аппаратом. И так или иначе вынуждены каким-то образом отвечать за его грехи и объяснять его какие-то удачи или неудачи требованиями запада, потому что у них нечего больше, им нечем больше крыть. А так, ну, совершенно же очевидно, что единственным чиновником в этой стране, который пытается работать с другим аппаратом, как бы, это господин Саакашвили, который просто привез в Одессу часть своей команды времен своих грузинских успехов. Ну и только. Но это тоже очень условно, потому что все эти люди в любом случае сталкиваются с исполнителями, которые их намерения так или иначе переводят грузинского на одесский, и получится из этого может быть только то, что получится. Значит, и господин Саакашвили в свое время сталкивался с еще одним господином, с тем, с которым столкнулись мы в 2014 году, так вот, уже совсем вплотную, это господин Путин. Ну, столько разницы, что господин Саакашвили был тем политиком, который решал вопрос об отставке господина Шеварнадзе вместе с министром на странах дела России, господином Ивановым, если помните, который прибыл в момент революции РОС в Тбилиси вместе с Жвани и Бурджонадзе, Саакашвили и Шеварнадзе решил дальнейший вопрос переспределения власти в стране. Был посредником в этом. А мы оказались государством против смены власти, в котором Россия активно выступала с первого дня. Поэтому у Грузии хотя бы был какой-то переходный период, и Россия начала воевать с ней. Спустя пять лет, да? В любом случае, борется так, когда она поняла о какой-то режиме, что этот режим не будет пророссийским. А потому что первое, конечно, время был расчет на то, что режим Саакашвили будет куда более пророссийским, чем режим Шеварнадзе, потому что в России почему-то ошибочно думали, что Саакашвили поймет, что он обязан своей президентской должности благосплонности господина Путина и посреднической миссии господина Иванова. У нас ничего подобного не было с первого дня, что я не стал бы нас сравнять с постреволюционной Грузией. Окей, я не буду сравнивать, но просто, значит, и Саакашвили в свое время столкнулся с Путиным уже потом позже, как с военным агрессором, или с господином Медведевым, можно так сказать. Да, условно говоря. Да, условно. В этом президентском, парламентском, российском тандеме. И мы в 2014 году, ну вот сейчас, значит, в Сочи проходит дискуссионный клуб Валдайна, Он уже закончился все же. Да, уже закончился. Значит, проходил дискуссионный клуб Валдай, и на этом очень популярном таком вот форуме выступал, пожалуй, самый популярный человек России, тот, у которого теперь поддержка практически больше 90%. Ну, официальный рейтинг. Да, официальный рейтинг почти что 90%. Вот во время своего выступления он затрагивал самые разные темы там и геополитику, и войну в Сирии. Но, пожалуй, вот самая яркая фраза, которая передает всю суть российской внешней и внутренней даже политики звучала так. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Бить надо первым, говорит господин Путин, и, в принципе, отсылает нас, наверное, не только к событиям в Сирии, но и к событиям на Украине. В Украине. Ну, если уж Путин с кем-то могу говорить, то да. Ну, слушайте, но он ни разу-то говорил, и не два. Но он действительно живет по кодексу уличной шпаны. Ничего там нового нет. Но дело в том, что он ведь не уверен, что он ударил первым. Он же все время отвечает на вызовы, по его мнению. Это ведь бравада. Он ведь считает, что это американцы отобрали у него Украину, он вынужден бить был. Когда они уже изгнали его человека Януковича, которого он уже купил с потрохами, и поставили здесь проамериканскую власть. И вот тогда он должен был это не бить, он даже не бил, он сигнализировал Крымом, и потом сигнализировал материком, и его сигналы до сих пор не услышаны. Потому что он-то считал, что в результате этих сигналов Обама сядет с ним за стол переговоров где-нибудь в Ялте лучше, и установит с ним новый раздел мира. Этот кусок тебе, этот мне. Без всяких там Меркель и Алланд. Слушайте, но Ялта уже у Путина, да, под фактическим контролем. То есть он как бы намекает, давайте сделаем новую Ялту. Вот у нас вот есть памятник Сталину и Рузвельту, давайте посядем к ним на колени, чего-нибудь решим. Мелковато. Сталину для того, чтобы пригласить Черчилля и Рузвельта в Ялту, нужно было присоединиться к антигитлеровской коалиции и вместе с союзниками выиграть Вторую мировую войну. А что, собственно, такое? Хорошо, Сирия и такое вот присоединение Путина к конфликту в Сирии. Ну, он присоединился к конфликту, а не к коалиции. И он опять-таки показывает, что у него цель это сохранение режима Асада, который никому не нравится ни на Западе, ни в регионе. Потому что, знаете, что Турция четко сказала, что пока Асад президент ни о каком регулировании речи быть не может, она не считает Асада законной властью в стране. Это большая проблема. Так что это все ерунда. Слушайте, ну что Сирия? Ну, в Сирии Путин какое-то время еще побомбит. Сирийская армия еще попытается понаступать. Скорее всего, ничего особо не отобьет. Он насчитывает на то, что он для Асада создает хорошие возможности для дальнейших переговоров, для участия в сирийском мирном процессе. Потом может оказаться, что с Асадом никто переговоры вести не собирается. Ну и дальше что? Это будет как в Украине. Он ведь тоже считал, это была ложная посылка, что ради территориальной целостности Украина пойдет на любые шаги, которые будут ограничивать ее суверенитет. Потому что он, это даже дело не в том, что он Путин, он русский. Политически, он политически русский. А русский ради куска территории душу продаст, родную маму. Вот мне сегодня, я видел комментарии одной дамы в фейсбуке из Санкт-Петербурга, которая комментировала какую-то мою статью. Она говорит, почему бы вам в качестве переходного периода не избрать политику финляндизации. Не, ну понимаете, не подчиниться, по сути, она демократка, эта женщина, заметьте, демократка. Но она считает, что Украина ради восстановления территориальной целостности должна отказаться от своего суверенного выбора. Она не понимает, что нормальное государство... А может быть, она имела в виду все-таки то, что политику финляндизации, то есть временно отказаться от части своих территорий для того, чтобы не дать Путину пойти дальше? Нет, финляндизация это не отказать часть своих территорий. Это как раз то, что вам гарантирует вашу территориальную целостность в обмен на то, что вы находитесь в сфере влияния страны, которая хочет, чтобы вы были в ее сфере влияния. Не предпринимайте никаких внешнеполитических шагов, которые раздражают, условно говоря, вашего суверена. Вот она приводила в качестве премьера Урха Кекарина. Прекрасная страна, говорит, была Финляндия. Да, это правда. Финляндия была чудесным государством по сравнению с тем, чем она могла бы быть, если бы туда вошли советские войска. Но, простите меня, Финляндия проиграла во Второй мировой войне. Она была в коалиции со странами АСИ. Раз. Потом есть еще один очень важный момент. Это не просто была внешнеполитическая такая мягкая близость к Советскому Союзу. Это была еще и экономическая близость, заключавшаяся в том, что Советский Союз за бесценок продавал туда дерево. Вся финская экономика, вся финское процветание была основана на этом дешевом сырье. Советский Союз купил не просто лояльность, он купил процветание. Процветание. И Россия просто ничего этого не может для нас делать. Кстати говоря, опять-таки, если говорить о Финляндии, то хорошо ли это? Вы же знаете, что финская экономика по сути рухнула в момент обрушения таких связей с Советским Союзом. Слава Богу, финны оказались способны. Построить новую экономику. Новую, процветающую экономику. И не восстанавливать снова производство табуреток или какой-нибудь мебели из дерева. Совершенно верно. Хорошо, значит, вот еще одно, мне кажется, достаточно важное сообщение, там, Путин, ну, не знаю, сообщение, не сообщение, но вот слова такие. Он сказал, прокомментировал мнение экспертов о том, что Донбасс сливают. Вот я хочу просто, чтобы мы и наши телезрители послушали, что говорил Путин. Сейчас вы говорите по поводу того, что Донбасс по большому счету сдают, если Минске договорился, как будет с этим. Просто трансляции не требуется. Ну, понимаете, если вы, во-первых, это всегда выбор людей. Если они хотят, не сделают. Если они хотят, то никто их не заставит. И вы знаете, что мы поддерживаем Донбасс, поддерживаем и Луганск, и Донецк. Просто это надо людям довести. и будем это делать, будем защищать их выборки. Значит, но нужно внимательно людей знакомить с теми правами, которые они могут получить в случае полного, хочу это подчеркнуть, осуществления Минских договоренностей. Но ключевой вопрос границы же стоит. Вот это больше всего самый большой риск. Да, вопрос ключевой границы. Наши позиции заключаются в том, что мы будем способствовать тому, чтобы украинские пограничники взяли под контроль участок границы, который соединяет Россию с Донбассом, но только в том случае и тогда, когда будут полностью выполнены политические договоренности, достигнутые в Минске. И когда люди в Донбассе будут полностью чувствовать себя в безопасности и согласятся с этим. Почему? Вы знаете, это очень важная вещь. Вопрос по границе, читайте внимательно Минские соглашения в этой части. Там написано, по согласованию с этими территориями. Я не делю нас это с Донецкой, люди очень устали просто. Я понимаю, я понимаю, но вот что касается границ, там прямо написано, по согласованию, вопрос границы будет решиться, по согласованию с Донецком и Луганским. Ну, во-первых, он берет. Кто? Путин. Потому что нету такого пункта в Минской соглашении. По согласованию сторон. Да, потому что вопрос о границе, я могу его прочитать, потому что очень просто, чтобы мы сразу поняли, вообще, с кем мы имеем дело, потому что у меня Минские соглашения практически всегда открыты. Почему он все время врет о чеках? Сам бы читал то, что подписывает. Господь. Он это не подписывал, конечно. Да, он-то не подписывал. И человек, который задавал ему этот вопрос, он тоже этого не подписывал? Может быть, даже и не читал, на самом деле, эти самые Минские соглашения? Не читают они все это. Ну вот, но читают. Ну вот, и вот смотрите, где он где говорится о границах. Вот. Пункт 13, да? Почитаем этот пункт, да. Нет, нет, не 13. Мы его сейчас найдем. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования, к местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционной реформы к концу 15-го года, но это уже не будет к концу 15-го, при условии выполнения пункта 11-го в консультациях по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках тресторонней контактной границы. Но все-таки слово согласование есть. Да, но не границы, а завершится после всеобъемлющего политического урегулирования. Вот согласование тут чего? Границы? То есть человек просто говорит, что если просто даже не слушать, он говорит, что ну отстаньте от меня вообще с этим Донбассом. Нет, он не говорит, что отстаньте, он говорит, что он оттуда не уйдет. Вы так это воспринимаете? Конечно. Он говорит, что он готов выполнять Минское соглашение, но он оттуда не уйдет. Вот это то, что он говорит. Это та развилка, в которой он находится, маразматическая. Ведь люди должны, им же никто ничего не может навязать, но они должны познакомиться с правами, Который получит случай полного. У него же цель не уходить. А у него есть цель избежать санкций. То есть, чего он добивается? Чтобы вы понимали, что он будет делать. Ему нужно, вот чего он хочет, чтобы Украина нарушила Минские соглашения. Он считает, они действуют сейчас через европейских политиков. Дипломаты они развернули довольно бурную деятельность в Европе. Я просто говорю информацию из своих источников. Идея, которая исключается в том, что Украина чего-то не примет, что-то не проголосует, какой-то закон не одобрит. И не скажешь, ну вот видите, мы готовы, Украина этого не делает. Давайте ослабляйте противно санкций. А мы будем дальше Минские соглашения выполнять. Конечно, почему нас наказывать? Я думаю, что он будет действовать не только через Европу, но и через Украину. Будет тут покупать партии, депутатов, чтобы они срывали. Под ультрапатриотическими лозунгами голосование это не принимали. Это тоже часть деятельности, на которую уже в Кремле выделены деньги. Как вы думаете, сколько у него есть времени для этого? Ну сколько? Ну вот санкции заканчиваются в середине следующего года. Непонятно. Вчера говорил господин Бетель, премьер-министр Люксембурга, что санкции против России будут действовать до всеобъявлющего исполнения Минских соглашений. Вот это была такая фраза. Но, это следующая фраза, и Украина должна исполнять свои обязательства. Самый главный вопрос, что они собираются делать, если Украина не будет исполнять свои обязательства? Полностью. Не вводить же санкции против Украины. Правильно. Санкции против Украины никто вводить не будет. Не будут ли ослаблены санкции против России? Вот это самый важный вопрос. Если санкции против России в любом случае не будут ослаблены, то наша задача не выполнять Минские соглашения, а всячески затягивать их исполнение, приближая российскую экономику к краху. Потому что я всегда говорю, что наша задача не восстановление территориальной целостности Украины, а политический и социальный крах России. Только тогда, когда в России начнется реальная проблема, связанная с крахом политического режима, с регионализацией, со столкновениями в регионах, с бедностью, с борьбой населения между собой, серьезные проблемы должны там быть. Вот только тогда мы будем чувствовать себя спокойно, мы закроем границу, будем принимать какую-то часть беженцев, которую захотим или принять, или сможем. Но лучше, конечно, вообще так закрыть, что в принципе их оставить герметично. Но главное, чтобы они занялись только собой, чтобы у них были десятилетия нестабильности, чтобы Европа забыла о них совершенно, интересовалась только контролем над ядерным оружием и нефтяными месторождениями. Только когда это государство, которое по сути государство-агрессор, империя-агрессор, поймет, что оно должно заниматься собственной стабилизацией, мы вздохнем спокойно и мир вздохнет собой. До этого момента мы все на пороховой бочке российского сумасшествия. Вот какая цель. Поэтому удастся затягивать эту ситуацию, надо затягивать. Удастся усиливать санкции против России, надо усиливать. Не получится усилить, нужно сохранить. Значит, будем сохранять. У Путина денег на два года. Сейчас он отыгрывается на населении. Русское население будет жить в полной бедности, но будет терпеть. Но есть предел. В какой-то момент у него не хватит денег на опричину, на гвардию, на армию. Когда кончатся эти деньги. Ну и тогда его, конечно, там скинут. Будем посмотреть. Спасибо. Виталий Портников был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова